Добрый день, это Свободная пресса. Меня зовут Юлия Демина. Сегодня мы будем говорить о выступлении Владимира Путина на Валдайском форуме, обсудим итоги 20-го съезда Коммунистической партии Китая, поговорим в целом о политической ситуации в России. У нас в гостях политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам, рады видеть вас в нашей студии. Глава государства заявил, что госпереворот на Украине и антироссийские санкции — это попытка Вашингтона сохранить однополярный мир. Также президент отметил, что США всегда стремились к мировому господству, а Россия — к диалогу. Какие у вас впечатления от этого выступления? Что можете сказать, как эта речь вообще сегодня повлияет на репутацию России или уже повлияло? На самом деле, конечно, ничего нового Путин не сказал. В основном он транслировал старые идеи. Идеи его понятные и простые. Он хочет, чтобы мир стал действительно не однополярным. Даже не однополярным, это глобалистские клише. Сейчас всё решает США, а Путин хочет, чтобы было место и другим государствам как-то решать. Потому что мечта России всегда была — войти в G20 или G8, и из неё уже управлять финансами, потоками и прочее. Этого не случилось. И сегодня это такие флешбеки. Мечты о несбывшемся. Вот вы нас-то не взяли, а сейчас мир изменится, и появятся новые центры принятия решений. И, соответственно, Россия будет в них играть какую-то ведущую роль. Но, на самом деле, это не совсем так. Потому что сейчас США и Китай, в общем-то, продвигают скорее биполярную модель, то есть двух. Но это такая модель, не знаю, ближайшие 30 лет. И, конечно, даже в доктрине США, которая тоже вчера вышла, по-моему, была опубликована. Так и отмечено, что есть стратегический конкурент — Китай, а есть прямые угрозы, среди которых названа Россия, Северная Корея и Иран. Всё остальное, что говорит Путин, это, в принципе, интересно с точки зрения того, какую точку зрения занимает нынешняя система власти по отношению к миру и к всему. Но она интересна для тех, кто хочет послушать. И это был такой некий монолог, сопровождаемый потом более интересными вопросами ответами. Поэтому вторая часть была более интересная. Я её тоже в основном читал, то есть эти вопросы-ответы. Но как раз они больше дешифруют то, что сегодня происходит с Россией и видение президента. И надо ответить, что, в общем-то, Путин не раз открыто сказал, что какой-то чёткой стратегии нет. То есть он сказал, что нас ждёт самое непредсказуемое десятилетие, будешь десятилетие. Но это как бы так себе стратегия. Ну, в принципе, известно, что Путин силён, скорее, как тактик. То есть в какие-то конкретные моменты он принимает решения, которые помогают ему одержать победу или ещё что-то. Но именно стратегически, то есть у Запада есть, чётко сложившаяся концепция четвёртой промышленной революции. Возможно, в рамках которой как раз сегодняшние турбулентности в мире, начиная от ковида, войн и прочего, реализуются. Потому что под шумок мы видим, например, что российский газ, который стал сейчас притчей во языцах, в Европе наращивают всеми силами зелёную энергетику. То, что не смогли сделать за 10 лет, сегодня потенциально возросли туда инвестиции. Что касается контроля в интернете, что касается разрушения демократических режимов, переформатирования на другой лад, это всё четвёртая промышленная революция. И это стратегия. А Путин говорит о такой достаточно действительно тактической истории, которая связана, прежде всего, с его взглядами на происходящее внутри постсоветского пространства. Страны, с которыми Россия не имеет непосредственные отношения, либо политические, либо торговые. И здесь как бы всё нестабильно. Путин так это и видит, как некий мир нестабильности, управляемого хаоса. И делает ставку на то, что действительно мир меняется, слабеют западные экономики, слабеет доллар, слабеет евро. Проблемы миграционные проблемы, какие угодно. И мы в этой мутной воде можем сейчас переформатировать свое поведение. Из страны, как нам предполагалось, роль западного соц.элита, можем стать некой альтернативной силой. Путин, кстати, предлагает другим странам себя в качестве флагмана этой альтернативы. Только вопрос в том, насколько эта альтернатива сегодня презентабельна и успешна. Потому что стратегии толком нету, нету какой-то идеологической базы. То есть, в принципе, это такая антиглобалистская повестка, просто вызванная тем, что на сегодняшний день так сложились ситуации, что Путину удобно быть против мейнстрима. И в этом он видит каких-то союзников, типа Трампа в США, каких-то правых сил в Европе. Но мы же тоже видим, что это не всегда так. То есть на каком-то этапе они могут поддерживать Путина, но как только добиваются власти, например, как это произошло в Италии с партией Fratelli di Italia, где поставил своего премьера, те сразу открестились от России и сказали, что нет, конечно, мы будем поддерживать другую сторону. Так же происходит в Америке, где республиканцы, когда надо, подсвечивают свои связи с Россией, когда нам говорят, нет ни в коем случае, мы всегда против того ужаса, который происходит в этом режиме. Поэтому, еще раз, ничего толком нового. Интересно только то, что это некая точка сборки. И в этом, кстати, интересный момент был то, что она достаточно мирная была. Я тоже писал пост, об этом подчеркнул. Многие ждали какого-то, наоборот, усиления. Опять игра мускулами ядерными, заявление о том, что мы сейчас будем силы менять, какие-то взаимоотношения в стране, потому что как раз был вопрос на эту тему, спросили. А вот коммунисты часто говорят про национализацию, что думаете? Никакой национализации нет. У нас все в этом плане предсказуемо. И сказал, что он до сих пор остается в надежде, что единое пространство от Лиссабона до Владивостока возможно. В принципе, такая очень мирная речь. Не знаю, чем она будет потом сопровождена. Может, какой-то дальнейшей силовой эскалации. Но те ястребы боевые, которые ждали, что Песков анонсировал, чтобы четыре дня будем перечитывать, пересматривать. Я сейчас не готов ее четыре дня перечитывать. Для меня уже все очевидно. Такая точка зрения зафиксирована. И с ней мы входим в дальнейший период путинской трансформации, которая все равно неминуемо идет. Потому что трансфер, 2023-2024 год, решение о участии Путина в следующих президентских выборах. И если не участие, то какая форма будет предпринята в случае этой конструкции. Несколько ярких цитат выступления Владимира Путина. «Нам не нужен ядерный удар по Украине. Смысла нет ни политического, ни военного». После этого выступления Байден заявил, если Путин не планирует применять ядерное оружие на Украине, то зачем говорит о нем? У меня к вам вопрос как к политологу. Как вы думаете, насколько сегодня ядерная угроза вообще реальна? И что за разговоры ведутся сегодня вообще в мире о применении Украины грязной бомбы? Вообще ядерная угроза это прежде всего миф, потому что никогда реальной ядерной войны не было. Поэтому есть миф об апокалипсисе на каком-то судном дне. Хотя есть альтернативная версия, что даже использование сотен ядерных зарядов все не приведут к такому эффекту. Потому что сила воздействия вулканов гораздо губительнее для природы, чем ядерный удар. Поэтому ядерная зима это тоже такой миф, который надо проверять, правда или не правда. Поэтому я к чему? Что разговоры остаются разговорами и страхом, пока что-то не началось реально. Потому что в реальности никто не знает, как это может быть использовано, применено и так далее. У нас есть только один жизненный опыт. Это Хиросима и Нагасаки, который Путин ранее приводил в пример как некий прецедент. И конечно страх перед применением ядерного оружия гораздо больше, чем преодолев эту планку. То есть она когда-нибудь будет применена, даже в небольшом. То есть мы переходим на следующий этап. Уже применили, уже не страшно, пугать ему уже не получится. Поэтому в каком-то смысле пока оно не применено, оно страшнее и является политическим орудием прежде всего. Всю холодную войну ядерное оружие было оружием сдерживания, а не нападения. Поэтому Байден прав, задавая вопрос, зачем про него говорить. Понятно зачем, это такой некий, не последний еще довод, но близкий к тому. То есть если мы понимаем, что есть некая исчерпанность, прежде всего дипломатическая, политическая, в том числе какая-то военная, конвенциональная, то соответственно возникают угрозы применения неконвенционального оружия, то есть ядерного. Вы допускаете, что нынешняя ситуация это реально? Они разные же есть. Есть тактическая, есть стратегическая, это разная история. Но тут совершенно прав Путин, когда говорит, что нет цели. Действительно тяжело себе представить, когда моделировалась в телеграм-каналах идея применения ядерного оружия. И думали, а куда вообще можно ударить? Была идея, например, что это может быть испытание в воздухе над Черным морем. Совершенно непонятно зачем. Кроме того, что упадет турпоток над Черным морем после применения над ним ядерного оружия, я себе другую историю представить не могу, учитывая, что у нас есть Крым и туристический сезон в будущем году. Это может быть удар по какой-нибудь степи, где тоже это будет просто демонстрация силы. Но тоже история так себе, потому что какое-то испытание. И было последнее, что может быть применено где-то, где действительно есть какие-то военные части, и вот части будут уничтожены, возникнет какая-то территория отчуждения, и это некая пограничная линия. Такие модели люди озвучивали. Разговоры об этом тоже кажутся странными. На мой взгляд, есть гораздо больше того оружия, которое может принести армии России выгоду на поле сражения, чем использование развенчания мифа, переход на следующую стадию эскалации, и фактически никакой реальной выгоды военной от этого быть не может. Как и было в Хиросиме и Нагасаки. Погибло мирное население. США навсегда получил клеймо таких ястребов, которое убило миллионы мирного населения, не пойми зачем. И в истории это останется навсегда. Хочет ли кто-то другой перебить преступление США и получить схожую характеристику в истории? Я сомневаюсь. Наверное, в элите действительно есть консенсус, что применение ядерного оружия возможно только в случае экстраординарного, если по нам ударят. Но, действительно, зачем об этом говорить? Потому что это очень сильно, сложное слово, фрустрирует, пугает людей. Потому что, действительно, когда об этом постоянно говорят по телевизору, говорят все время о каких-то политических шоу, читаешь телеграм-каналах, тебе еще кажется, что все это не про тебя. Но когда приходит ГБУ жилищник и говорит, сейчас мы вам покажем, где у вас бомбоубежище на случай ядерного удара, ты уже начинаешь так задумываться. И когда ты с этим ложишься спать, просыпаешься, действительно, у меня там половина родственников, все говорят, что могут бахнуть, а мы можем. И вот начинается вот это накручивание, и это выматывает. И это действительно несет такую тревожность, потом страх и прочую усталость в обществе, что вообще неизвестно, чем это закончится. То есть это, прежде всего, психологическое. Поэтому, в общем, Байден правильно задается вопрос. Если мы не собираемся друг по другу бахать, прекратим накручивать обе стороны. Америка, кстати, в свое время это пережила. Когда был Карибский кризис, там в какой-то момент американцы выезжали массово за город, прощались друг с другом, потому что считали, что у нас ничего не переживали. Они понимали, что у американцев все хорошо, и они вряд ли им воспользуются. А вот они не понимали, они считали, что русские уже там революцию устроили в семнадцатом году, а тут о чем бы теперь и эту черту не перейти. Поэтому это, конечно, такой правильный вопрос. Вот еще одна яркая цитата. Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения недооценки противника на Украине. На этот вопрос он сказал нет. Как вы думаете, в начале спецоперации действительно ли было такое понимание у власти, что этот конфликт на долгое время? Мне кажется, нет. Я не знаю, из чего Путин сейчас исходит, говоря, что он недооценил. Он как раз говорит, что оценил. По крайней мере, все спикеры, близкие к Кремлю, в первые дни говорили, что там три дня. Три-девять дней. Было совершенно очевидно, что разведка вообще планировала другой ландшафт. Об этом не раз писали. Планировали, что это будет повторение Крыма. Вежливые люди, все там с цветами встречают и так далее. Может быть, нет недооценки ситуации, недооценки противника. Но тоже было ощущение, что есть какая-то слабая украинская армия, которая разбежится, у которой нет вооружения, у которой нет главной мотивировки. Но мне кажется, главная ошибка в том, как раз и недооценка, что прежде всего есть мотивировка. С этим согласны практически все, что нет противника, которого гонят какие-то расстрельные заградотряды на убой. Есть ощущение, что есть сплоченные люди. Теперь их называют основной проблемой, что они обманут пропагандой, поэтому они воюют. Но в любом случае, мне кажется, не совсем правильно говорить, что нет никакой недооценки. То есть совершенно явно есть недооценка по силовым параметрам, есть недооценка по политическо-психологическому состоянию, есть недооценка поддержки населения. Как минимум, то, что мы уже восьмой месяц, девятый пошел, прибываем в состоянии СВО, говорит о том, что затянувшиеся первые эти 3-9 дней, это, наверное, следствие в том числе недооценки. Еще одна, на мой взгляд, очень интересная и важная цитата Путина. Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности демократического развития. Согласны ли вы с этим? Не кажется ли вам, что как раз наоборот, если мы, например, говорим о России, то в последнее время власть все сильнее закручивает гайки? Вопрос, что имеется в виду под демократией. Есть же такое противопоставление демократии, народничества. То есть демократия у нас, прежде всего, представительная. Представительная она, как в России может быть, когда Путин же законник и очень любит всегда оперировать тем, что процедуры, если прошли чисто, то это законно. Но это, наверное, не совсем так, потому что мы уже понимаем, что в стране выборы претерпевают очень большое число нивелирования в процессе их проведения. То есть сначала кого-то не допускают до них, потом тех, кого допустили, конкурируют с разными ресурсами. Потом есть прохождение через разные институции, подкручивание, накручивание и прочее. И то, что мы в итоге получаем путём демократических процедур, оно как бы так себе демократия иногда. И, собственно, если о такой демократии речь, то есть когда референдумного типа, то есть есть какая-то система власти, она спускает в низы какие-то свои идеи, да, эти идеи большинством поддерживаются. Потому что, в принципе, есть же параллельные институты, которые помогают выстраивать эту демократию, например, телевидение, оно пропагандирует определённую точку зрения. И если, например, как в России, у нас даже чуть не больше половины населения это люди пенсионного возраста, то есть это люди, у которых много свободного времени, каналы коммуникации, не интернет, ничего, они там все смотрят телевизор, то есть они как бы начинают и сами поддерживать, плюс как бы с ними легко коммуницировать через эти, да, там, вот, вот, как бы такая демократия получается. Поэтому демократия в Иране, там, демократия в Северной Корее, ну да, формально везде там народная партия, вот, и да, там мы видим, что за товарищем Кимом бегут и плачут, да, там военнослужащие и прочее. И можно сказать, ну, видите, там, люди его любят, вот, все выбирается законодательно, все там и законно. Вот, но реальный расцвет демократии, это, конечно, когда есть возможность конкуренции разных точек зрения, мне кажется, вот это важнее, то есть и это бы хорошо может быть и для западных систем, потому что там тоже сейчас постепенно вырабатывается вот эта нетерпимость к альтернативным точкам зрения. Вот, но когда мы пеняем на запад, мы это, называется, не видим бревна в собственном глазу, там, конечно, эта проблема есть, но она у нас есть гораздо острее. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы, если Путин говорит о развитии демократии, речь шла, конечно, прежде всего о том, что, если в России есть люди с левыми взглядами, значит, пусть эти левые взгляды будут представлены, но это не будет призывом к диктатуре, что давайте свернем эту власть и установим там, вернемся, значит, в СССР. Вот, если есть люди с либеральными взглядами, пусть это тоже будет не либеральной диктатурой, что давайте, значит, только, как, собственно, при Гайдаре было, когда люди, например, не очень поддерживали шоковую терапию, да, реформа, тоже их там лентаристским путем. То есть у нас, в принципе, нет вот этой еще сложившейся системы конкуренции точек зрения. Вот, вот при Горбачеве, помните, говорите, там, плюрализм, значит, это, вот, не сложилась перестройка. Поэтому, не знаю, о чем говорит сейчас Путин, может быть, действительно, если рухнет большой гегемон США, мне кажется, он, в принципе, сам не очень против ослабить эту хватку, возникнет процессы становления каких-то, действительно, новых, более независимых геополитических режимов, и вот в них, возможно, какие-то там брожения. Вот, но будут ли допускать эти режимы, собственно, эти брожения, большой вопрос. То есть все, что пока контактирует с Россией, движется в обратном направлении. Процитирую президента Путина, «Эрдоган никогда не позволит сесть себе на шею и заставить руководствоваться чужими интересами». Нет ли у вас ощущения, что Реджип Эрдоган сидит на двух стульях? И является ли Турция для России надежным партнером? Вот буквально на днях прошла новость. Реджип Эрдоган заявил о том, что будет создаваться в Турции газовый хаб совместно с Россией. Вот что вы можете сказать об этих отношениях? Нет, ну Турция заняла сейчас очень прагматичную политику. Потому что, с одной стороны, Турция давно хочет, конечно, в Евросоюз. Её туда не берут. Поэтому, собственно, как бы в отместку Турция говорит, ну не хотите, там будем вести эту политику, которую считаем выгодной. «Nothing personal, just business». И с Россией, кстати, вот этот «nothing personal». То есть, мы же, помните, пережили несколько лет, когда то удар в спину ножом от Редогана, потом опять мы друзья, потом опять удар ножом в спину. И, собственно, это вообще наша дурацкая совершенно внешняя политика. Потому что Россия всегда хочет найти какого-то друга. А нас окружают прагматики. А тут друзей не бывает. Ну, Лукашенко прагматик. Потому что он всё время приезжает просить кредит, и после этого он делает друзькие высказывания. Редоган такой же, да, прагматик. Причём мы уже видим это вплоть до того, что, да, Турция сегодня не только газовая, извиняюсь, улететь куда-то может только через Стамбул. Но билеты стоят недёшево. И все используют это исключительно, чтобы заработать. И у Редогана же сейчас очень сложная очень ситуация. У него выборы. И впервые за долгие годы он не является таким суперлидером. Раньше ты приезжаешь в Турцию, везде слышишь, там, Эрдоган, империя. А сейчас последняя социология дала 48% поддержки Эрдогана против 52% неодобрения. То есть, на самом деле, он сейчас балансирует на прохождении. Конечно, ему нужно что-то такое сделать, чтобы доказать людям, что он, так сказать, достоин очередного срока. Это может быть какая-нибудь даже маленькая победоносная война. Потому что где-то там, в районе Курдистана или каких-то восточных границ Турции. Плюс, Эрдоган запустил ещё, кстати, процесс тюркизации части территорий, в которые входит, извиняюсь, и Россия. То есть, это страны Центральной Азии. Но вот этот конгресс тюркских народов, прежде всего, культурно-языковой, извиняюсь, там участвует в нём, по-моему, и ряд наших регионов тюрко-культурологических. И это всё, в общем-то, такой некий замах Турции на какой-то дальнейший вес не только в Средней Азии, но и, может быть, даже и в России. Поэтому, конечно, стратегическим партнёром при таких раскладах Турция быть может, но не может быть другом. Поэтому, например, тот же газовый хаб или ещё что-то, абсолютно коммерческие вещи. То есть, да, вам тут всё перекрыли, да, мы с удовольствием будем. Собственно, Турция раньше сама этого добивалась. И это вообще даже забавно, что сегодня она как бы милостливо принимает, когда ей говорят, пожалуйста, нам нужен газовый хаб. Она говорит, да, хорошо, вот при таких-то условиях. Хотя ещё лет пять назад Турция сама бы предлагала какие-то условия, чтобы им стать. Поэтому, да, это такая гибкая и очень прагматичная политика. И у России сегодня просто очень мало шансов найти какого-то равноправного какого-то партнёра. И вот я в своё время предлагал... А Иран? Вот понимаете, мы же как бы начали с чего? У нас такая замах, что мы главные конкуренты США, например. Мы не равны США по нашей экономической мощи, технологической и так далее. Только по количеству ядерных боеголовок. Потом мы, значит, также бросились в Китаю, что вот мы с Китаем. Китай тоже нам не вносили. Иран тоже постепенно, в общем-то, начинает быть, может быть, помощнее, чем мы. И если бы Россия сейчас хотела реально восстановить свою экономику, значит, порушенную западными санкциями, то она бы скорее искала таких партнёров, как Вьетнам, Аргентина, то есть такие ещё не занятые территории, в которые Россия бы могла вложиться и как раз подтянуть их, и создать некую такую альтернативу. Поэтому Турция, может быть, тоже сегодня уже не такой уж близкий нам партнёр. Поэтому попытка сделать ставки на тех, кто нам кажется равным, она нас приводит, к сожалению, к печальному результату, что очень быстро люди реализуют то, что им нужно от нас, и, собственно, получаем этот очередной нож в спину. Поэтому, конечно, внешняя политика у нас такая не очень сбалансированная, очень эмоциональная и не очень стратегически выверенная. Цзиньпинь переизбран на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок. Как вы думаете, на руку ли это России, и изменится ли как-то экономический курс Китая в ближайшем будущем? Опять мы пытаемся делать ставку на какую-то конкретику, то есть си, не си. На самом деле это тоже неправильно, поскольку есть какие-то плюсы, есть минусы. Личное отношение Цзиньпиня к России, насколько я знаю, оно достаточно прохладное по разным соображениям. В частности, поскольку он сам из семьи в свое время репрессированных, в Китае тоже было много переворотов и так далее, он не очень хорошо относится к Советскому Союзу. И вот этот культ восстановления Советского Союза он лично воспринимает это как не очень. Китай в отличие от нас коммунистический, но именно Советский Союз для них не является каким-то партнерской идеологией. Во-вторых, Си Цзиньпинь прекрасный игрок в ГО. ГО это, прежде всего, очень развитая стратегия. И вообще Китай это срединное государство, которое главной своей целью ставит сдержание баланса, не переход в какие-то крайности. Россия, с их точки зрения, сейчас наоборот ультракрайняя, и это абсолютно Китаю не нравится. Поэтому, с точки зрения личности Си, я не уверен, что он для нынешней системы власти какой-то опциональный партнер. Возможно, были бы какие-то другие варианты более хорошие. Плюс, Си хотел бы, чтобы, как прибыло при Обаме, США вернулся к идее биполярного мира. То есть, есть Китай, есть США, и между ними будет развиваться какое-то дальнейшее стратегическое сотрудничество. Поэтому это тоже, мне кажется, не совсем в логике Кремля, который хочет многополярного мира. Помните кадр, когда вытаскивали предшественника Си Цзиньпинь? Под руки вели. Весь мир, как бы, эти кадры облетели. Но они вроде бы сказали, что человеку стало плохо. Дедушке поплохел, и он очень не хотел, видимо, уходить. Когда он что-то оглядывался, ему всё, говорит, вставай. Вы это как расценили? Конечно, это было такое внутреннее решение. Не переворот, но жёсткое партийное сплачивание вокруг партии Си. Я писал про этот пост, и мне обвинили в том, что слабеющий Си решился на достаточно жёсткое переформатирование. Слабеющий Си не мог быть слабеющим, сильные не делают таких переворотов. Но именно когда человек оказывается загнан в угол, как раз они и переходят. Собственно, этому предшествовало четыре ещё года назад партия анти-Си. Они написали письмо четырёх, в котором обвинились Си в нарушении заветов Дэн Сяопина, который говорил, что Китай не должен активно вести международную политику, должен всё время смотреть внутрь страны, быть тем самым срединным миром, ориентированным внутрь себя. Противники этой теории говорят, что всё изменилось. Китай тогда был слабой страной без технологий, без всего. Сегодня это супердержавы, поэтому, естественно, Си прав, что шагает мир. Может быть, действительно и прав, тут я не готов с ним спорить. Но действительно фронта была, и фронта крепла, поскольку процесс очень схожий с Россией, кстати, в этом плане. Мы же очень сильно ориентированы во внешний мир. Даже наше население, которое живёт в целом бедно и плохо, «А что американцы?» А вот в Массачусетсе, когда республиканцы выбирали, я смотрел представители, то есть они прекрасно знают, где Массачусетс, но при этом не знают, кто глава района и почему дороги нет. В Китае та же история. То есть Китай куда-то пухнет, куда-то вкладывается. Он в Африке, в Южной Америке. А внутри Китая есть масса регионов, тоже очень плохо живущих, где люди по-прежнему, как в России в 1930-е годы, не могут выехать в город. Они прикреплены к этим. Не то, что недовольство крепнет, но Китай очень разными путями идёт. Один Китай с какой-нибудь триповым пути. Есть, условно говоря, Гонконг, есть Тайвань, есть другие территории. Есть внутренняя Монголия, совершенно другими. Жители Пекина живут кардинально в отличие от села. Наверное, как может и в России москвичи живут по-другому, чем жители какого-нибудь маленького сибирского города. В целом, фронта Си росла. Многие хотели пересмотра геополитической, стратегической песни на внутреннее ориентирование. Как мы видим, их съели. Новый состав ЦК партии кардинально отличается. Зачистили всю предыдущую группу, которая выступала за регионализм. Си усиляется. Но я думаю, что с одной стороны усиляется, а с другой стороны теперь это проблема политическая. Потому что Китай долго балансировал. То есть недемократическая страна, как и в случае в Советском Союзе, это было коллективное управление. Система сдерживает противовесов. Сегодня он убрал систему противовесов. Получилась монолитная группа. Монолитная группа всегда рискует столкнуться с вызовами внутренними и внешними. Это повторение каких-то протестов и прочего. Когда губернаторам дали дополнительные полномочия, многие эксперты говорили, что дополнительные полномочия это дополнительный политический вес. У губернаторов будет возможность решить какие-то внутриэлитные конфликты и так далее. На деле получается, что губернаторы это такие же винтики в системе, как вы так говорили. Да. А что такое губернатор в сегодняшнем? У нас очень мало регионов, которые сами зарабатывают, что-то управляют. У нас большая часть реципиенты. Губернатор приходит в Минфин и что-то просит. У него есть бюджет сверстанный, но дальше он что-то выбивает на дополнительный проект и так далее. Поэтому скажут, что у него какие-то сверхполномочия. А какие? Хорошо, есть какие-то силовики в регионе. Прокурор, глава ФСБ местного. Раньше губернатор их побаивался, потому что они его контролируют. Сейчас вроде как он главный. Но при этом... Вы же помните, как губернаторов арестовывали несколько лет назад? Ничего не поменялось. Будет какой-то коррупционный факт, ровно так же они его арестуют и ничего не произойдет. Поэтому скорее наоборот. Сейчас все сидят и напряжены. То есть, то ли губернатор сейчас начнет силовикам за что-то мстить, то ли силовики начнут доказать, что все-таки они... Это скорее внесло непонимание сейчас в губернаторский корпус. Во-вторых, какие полномочия? Это как в COVID было. Чтобы победить коронавирус, мы даем вам все полномочия делать, что хотите. А что он может сделать? Какие у него полномочия? Кто-то стал закупать больше вакцин и вводить больше ограничений. Больше людей привьется и так далее. Сейчас то же самое. Вот KPI по мобилизации. И любые возможности ее реализовывать. Ну а как люди идут? Они все идут по пути меньшего сопротивления. Например, удобнее пойти по организациям, прийти в отдел кадров и сказать, сколько у вас людей, всем раздайте повестки. Что мы будем ходить по квартирам, люди не открывают, ловить кого-то. Легче в скоплении людей взять и это сделать. Полномочия далее. К чему это приведет? Люди начнут ненавидеть губернаторов. Станет вопрос об отмене выборов. Потому что на следующий срок он разберется, если он таким образом со своим населением поступил или нет. Ну хорошо, отменят выборы, люди не начнут от этого больше любить. Будут считать, что назначенец, мы его так-то заразу ненавидели. Теперь его еще и назначают. Поэтому любой провал какой-то в регионе, это будет еще лучи ненависти по отношению к этому человеку. И система таким образом перейдет из системы лояльности. У нас раньше был общественный договор, мы не мешаем вам выживать, власть что-то там делает, коррупционное, медленное, реакционное. Но все что-то дает, и главное, особо не лезет. А сейчас власть лезет, лезет к матерям, отдай мне своего ребенка, она лезет к человеку, брось свой бизнес, иди мобилизуйся. И люди, естественно, все этого не хотят. Поэтому эти полномочия, дайте им полномочия экономические прежде всего. Если губернатор сможет тратить деньги, то есть каждый регион у нас будет лечаться. Кадыр в Чечне, у него там своя история, например, в Орловской области Калычков может сказать, что мы там реализуем у нас программу поддержки малого среднего предпринимательства, и не будем призывать никаких, у кого свое дело, наоборот, поддерживаем финансово, пусть лучше работают на благо фронта, шьют одежду, у нас дефицит, пусть они это делают, и это будет взаимовыгодно. И они заработают, обеспечим солдат, и вот такое у нас будет развитие экономики за счет, казалось бы, плохой истории, связанной с спецоперацией. Это было бы, наверное, полномочия. А в том формате, когда говорят, что они есть, но какие, и в чем они выражаются, это будет как в случае, когда копировали опыт Собянина по коронавирусу, сейчас будут так копировать опыты Москвы по Координационным советам. Путин же спросили, это гражданская война или нет. Отчасти да. Это же ужасно, потому что нет ничего хуже гражданских войн. Я много работал в Сербии, на территории бывшей Югославии, до сих пор там еще не улеглись события 90-х годов. И там же было примерно то же самое. Там хоть какая-то была еще религиозная подоплека, там люди разной веры. В принципе, все сербы, изначально получившие разные религиозные представления и разделившиеся по этой какие-то разные этносы. И тут мы видим то же самое. И ни одна стратегическая война, ни одна какая-то история, связанная с геополитикой, она не настолько страшна, как гражданская. Поэтому, если мы признаем, даже частично эту историю, то, конечно, нужно максимально быстро искать какой-то мирный выход. Потому что, в любом случае, это на десятилетия потерянные поколения, конфликтующие друг с другом, с абсолютно нереальным соображением, идеологическим. Нет ничего хуже гражданских войн. Илья, спасибо большое за это интервью. Дорогие зрители, это Свободная пресса. На студии был Илья Граченко. Спасибо, что смотрите нас. Оставляйте комментарии. Всего доброго.